Если изначально блоги представлялись чем-то вроде записей в интернет-дневнике, то сегодня блогеры активно делятся фотографиями и видеороликами. Рассказывать можно практически обо всем. Путешествиях, увлечениях и хобби, демонстрировать разнообразные видеоуроки. Все, на что хватит фантазии. Создаются блоги не только в развлекательных целях. Немало авторов посвящают свои публикации серьезным социально значимым темам. Завоевав популярность у интернет-пользователей по всему миру, блоги со временем стали представлять собой альтернативу традиционным средствам массовой информации. Человек открывал свой блог, собирал там нужный ему контент, то есть информацию, которая его интересует. Вокруг него собиралась определенная группа людей, которые комментировали. Своего рода создавались такие групповые интересы, и это позволяло продвигать определенные тренды. Также позволяло нам, нашей стране, рассказывать историческую правду. Блога «Сфера» популярна и сегодня, в том числе в Азербайджане. По самым скромным подсчетам, в стране насчитываются тысячи авторов собственных интернет-дневников. Для Азербайджана движение блогеров имеет особое значение. Независимые статьи азербайджанских авторов сыграли важную роль в опровержении недостоверной информации, которую с появлением интернета активно публиковали армянские пользователи. Выдавать за правду пытались сфальсифицированные данные о причинах армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, а также присвоить блюда азербайджанской национальной кухни, народные танцы и музыку, написанную великими азербайджанскими композиторами. В ответ на каждую такую ничем не обоснованную фальсификацию, у азербайджанских блогеров есть неопровержимые факты, доказывающие всю несостоятельность армянских претензий. Большое количество блогеров, в том числе и я, начиная с 2005-2006 года, благодаря блогам привлекал внимание как зарубежной общественности, так СМИ, так общественных деятелей к армянским фальсификациям историческим. Благодаря блогам мы могли постоянно доносить правду, разоблачать те самые фальсификации, которые иногда столетиями собирались. И эта информация, естественно, распространялась за рубежом, и до сих пор при поиске в Google и других поисковиках можно находить те самые базовые данные, которые мы в свое время в течение 10-12 лет собирали в блогах. С появлением интернета азербайджанские блогеры сыграли большую роль в донесении правды до мировой общественности об армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте. Для общественности тех стран, где СМИ не рассказывали об этой проблеме, блоги азербайджанских авторов стали объективным источником информации. Более того, известно немало случаев, когда авторы зарубежных изданий при подготовке своих материалов сотрудничали с азербайджанскими блогерами.